Я, конечно, за троеклассическое. Говорю, ты закончил ВУЗ, ты же разбираешься. Ну почему ты пишешь, что ты заслуженный мастер спорта? Ну а кто знает, сейчас будет проходить в декабре в экипировке чемпионат города Санкт-Петербурга заявилось всего 15 человек. Нам поступал, сейчас, вот в этом году, документы прислал, строгий подъем на бицепс. Возникал вопрос, как американцы выступают и поднимают такие результаты. Но когда стали потихонечку разбираться, выясняется, что доп-контроль они не сдают. Или сдают своей только допинговой компанией. Василий Иванович, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где мы сегодня находимся? Мы находимся в центре лаборатории движений. Это комплекс, где проходят занятия и восстановление спортсменов и пациентов, которые получили травму. Расскажите, пожалуйста, как Ваша жизнь связалась с пауэрлифтингом? Как Вы вообще столкнулись с ним, при каких обстоятельствах? Ну, это сдалека надо начинать. Суть-то в чем, что по своей специализации я являлся начальником физподготовки в вооруженных силах. И там необходимо нужно было выставлять различные команды по различным видам спорта. И как раз в конец 80-х годов начали бурно развиваться атлетические виды спорта, как гиревой спорт, перетягивание каната, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. И по всем нужно было выставлять команды. И вот поэтому потихонечку стал вникать, собирать команды. Но когда переехал сюда, в город Ленинград в 89-м году, здесь как раз началось в Санкт-Петербурге бурно развиваться этот вид спорта. Нам в учебном процессе ввели программу и спустили дисциплину пауэрлифтинг. Ну, пришлось заниматься, стали поступать различные у нас спортсмены, которых необходимо нужно было обучать, тренировать. И как раз начал заниматься. Единственная база в городе Санкт-Петербурге была, это наш, где я преподаю военный институт физико-культуры. На базе его проводились соревнования. И, в частности, пришлось меня организовывать и проводить. Потихоньку стал вникать в этот вид спорта. Вначале я его никак не мог воспринять, потому что сам я являюсь и занимался тяжелой атлетикой на высоком уровне. Ну, а потихоньку, потихоньку, когда появились ученики, пришли люди, многому у них учился. И перешел, стал создавать команду, помогали мне в этом мои коллеги. Учился я, в частности, у нас обучался чемпион мира Лекомцев Александр. Я у него взял кое-что. Ну, потом поступили такие, как спортсмены Гордеев, Сергей, Шапочников Александр. Это первые мастера спорта. Потихоньку-потихоньку стал на тренерскую работу, стал создавать команду, стал тренироваться. За основу тренировочного процесса я взял методику тренировки советских штамбистов. Ее, можно сказать, изучил, хотя много я ее знал. Посоветовал со своим бывшим тренером по тяжелой атлетике Борисом Михайловичем Васильевым, который в Иркутске находится. Он мне посоветовал. Ну, а так за основу убрал методику Аркадия Воробьева. Ну, и вот создал, пошли первые ученики, которые выступали. И уже порядка где-то учеников 10 мастеров спорта международного класса. И более 100 мастеров спорта по этому виду спорта. А в тяжелую атлетику как пришли? Вы еще начали в Иркутске заниматься? Да. В Иркутске я учился в военном авиационном училище. В советское время в вооруженных силах и вообще в вузах очень хорошо был и сильно развит спорт. Если заглянуть далеко, то из вооруженных сил, которые занимались и стали заниматься вооруженных силах, это олимпийский чемпион Виктор Куренцов, Жаботинский, Овсет Овсетов, Адам Сайдулаев, Руслан Балаев, то есть известные личности, Геннадий Четин, но я могу много перечислять. Так и попало мне, что выставляли команду и я попал в эту команду. Я всю жизнь тянулся к железу, а тут как раз повезло. Первым тренером у меня был Леонид Петрович Наделько, который приехал в Белоруссию, чемпион Белоруссии был. Он создал костяк, мне очень понравилось и начал заниматься. Через полтора года выполнил норматив мастера спорта. То есть это вы пришли и через полтора года уже мастером стали? Да, когда после занятия стал заниматься. А до этого у меня база была гимнастика, занимался. То есть база была такая, гибкость, скорость. А вот начал, когда заниматься тяжелой атлетикой, то как раз вот и выполнил. Вошел в состав сборной команды Иркутской области, стал выступать на чемпионатах России, на зонах, чемпионат СССР. Ну а потом, после выступления, меня пригласили в город Ленинград, где я уже продолжил занятия. Сходил в сборную Ленинграда, выступал тоже на различных уровнях. Ну а потом перешел уже на тренерскую работу. Вы не только тяжелый атлет, но и гиревик, насколько я помню. Да, ну в 1966 году впервые стали заниматься гиревым спортом в вооруженных силах. И проводили соревнования на чемпионатах урожай СССР. Как такового чемпионата гиревого спорта не было. В 1986 году был по заказу, ну и требовало времени, чтобы вести этот гиревой спорт в всероссийскую классификацию. Этим вопросом занимался Виктор Андреевич Поляков, который был начальником кафедры Академии Жуковского. Ну а я с ним имел большую тесную связь и участвовал в разработке нормативов. Поэтому и первые соревнования, которые стали проводить, в основном проводили их массово, потому что костяк был только в вооруженных силах, проводили в вооруженных силах. И получилось так, что вот как раз стали меня привлекать. Я первые чемпионаты России, вооруженные силы, дальше СНГ проводил в качестве главного судьи. Вместе с президентом федерации Рассказовым, которого долгое время был. Ну и дальше потом уже переключился и проводил соревнования на всех уровнях. Вы также и публицист, у вас есть работы по гиревому спорту, если я не ошибаюсь. Вот расскажите дилетанту, как пишутся подобные издания по гиревому спорту? Ну и по любым видам спорта. Ну да, есть у меня тезисы, потом учебник по гиревому спорту для как раз служебного пользования вооруженных силах, где написана методика тренировки, нормативы, структура и так далее. То есть это запрос времени был, а методических пособий тогда еще никаких не было. То есть я и мой коллега Риф Минолович Баймухаметов, мы как раз этим вопросом начали заниматься, собирать по крупицам материалы и у нас так вот вышли публикации. Я хочу сказать, что гиревой спорт у меня тоже ученики высокого класса, заслуженные мастера спорта, такие как Кириллов Сергей, Рачинский Сергей, Джонни Бенидзе сейчас 12-кратный чемпион мира, ну и тоже самое мастера спорта. Но здесь большую роль играет все еще то, что в советское время пропагандировали спорт. И как раз было и время, и требования, и этими мы занимались. В частности, у меня есть и публикации не только по гиревому спорту, а мы впервые сделали и написали пособие по армрестлингу, тоже которым я занимался. Вместе был первый президент федерации Игорь Ахмедшин, с которым тоже занимался вопросом. Проводили первые соревнования, Виктор Абаев помогал в этом. И написали книгу тоже правила соревнований, которым пользовались не только вооруженных сил, но и в России. И даже у нас эту книгу взял представитель Казахстана, которого увез туда и там опубликовал тоже это пособие. Пишутся эти книги, но, грубо говоря, раньше вообще никакой условной методички не было. Вы на какие-то научные труды за основу брали? Или как вы вообще придумали всю эту информацию? Ну, во-первых, это есть пошагово, как выполняется эта работа. Естественно, анатомия, то есть какая группа мышц задействована, техника выполнения, то есть проводится анализ техники выполнения, берется там группа экспериментальная, на ней проводится какой-то эксперимент, пишется. Потом методика тренировок собирается лучших спортсменов Советского Союза, России, такие, как раньше был Мишин. Потом и у нас в институте были спортсмены, описывали их. Потом разрабатывали нормативы, брали. Я был лично знаком с Михаилом Васильевичем Стародубцевым, который разработал систему Стародубцева под счет очков, таблица Стародубцева была. Он математик сам, с ним разговаривали очень много, он советовал и участвовали тоже в разработке нормативов. Ну, потихоньку, потихоньку и вышла книга. Ну, она несколько раз пересдавалась, потому что первая книга, она, естественно, выходит, а потом находишь какие-то недостатки, начинаешь немножко вносить коррективы. По тяжелой атлетике каких результатов удалось достичь, в какой категории рывок, толчок? Ну, я выступал, начинал в весовой категории 56 килограмм. Там результаты было рывок 100, толчок 120. Ну, в принципе, если перевести сейчас на сейчас эти данные, то это результат очень неплохой. Но в советское время в этой весовой категории выступали очень сильные спортсмены. Там и Карая Нидия был, выступал, и Поспелов Дима, который был. Потом я перешел в 60 килограмм. Но в этой категории вообще была такая конкуренция. У меня лучшие результаты рывок 115, толчок 145. Вот. Но в этой весовой категории выступал Николай Колесников, который был олимпийским чемпионом. Ну, и армянская школа была сильна. То есть чемпионом Советского Союза я не был, но был призером всесоюзного турнира Рудольфа Плюкфельдера, чемпионом города был, рекордсменом города был, призером вооруженных сил. Ну, вот так вот. На Советском Союзе выступал, показывал норматив мастера спорта международного класса, но получил и так, что не присвоили, потому что опоздали с оформлениями. Поэтому вот так. Очень много с кем разговариваешь, и вот это вот бюрократические моменты вмешиваются, особенно в плане присвоения высших мастеров. Да нет, там немножечко было по-другому. Это было перед Олимпиадой, и болгарский спортсмен Ян Карусев, такой был, он в моей весовой категории толкнул 200 килограмм. Это в 67 уже. Это какой-то заоблачный результат? Это заоблачный результат. И тогда Министерство спорта, председатель споркомитета Советского Союза, сказал, что у нас нормативы нужно повысить, раз такие. И не дожидая цикла, заканчивающий олимпийский цикл, эти результаты повысили и не присвоили. Ну, а потом пришли к выводу, видно, кто-то что-то написал, жалобу, может, что-то, нормативы вернули обратно. Но поезд уже ушел. Это сейчас вот можно мастера спорта оформлять в течение 9 месяцев. А раньше время давали очень жесткое и мало, 3 месяца всего. Вот в то время, когда ожидался пауэрлифтинг, было ли такое, что это что-то типа непонятное, и тяжелоатлеты, ну и вы как тяжелоатлет не относились к нему так несколько снисхождением, что это какой-то такой вид спорт? Да, это было, и я к этому относился. Но хочу сказать, что первые чемпионы мира и первые, кто занимался пауэрлифтингом, становился на высотах, это как раз и есть из тяжелой атлетики. И судьи были тяжелой атлетики, и тренеры тяжелой атлетики. Если даже взять бывший президент Федерации России Геннадий Ходосевич, он выступал по тяжелой атлетике и выступал очень сильно. Он входил в шестерку сборной СССР, результаты были. Вот, Деревянка Игорь, который тоже тяжелая атлетика. Ну, в основном все штангисты. А из участников, я вам хочу сказать, даже выступал Геннадий Четин в 56 килограмм, потом в 60. Он был реконсменом мира по тяжелой атлетике. Выступал Шарий, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. У нас в Санкт-Петербурге выступал Андрей Мустриков, победитель первенства мира по тяжелой атлетике. И он же являлся одним из первых чемпионов мира. Михаил Куликов, тоже самый из тяжелой атлетики. Ну, много спортсменов. Это сейчас уже стали, ну, раньше некуда было, кто занимался. Потому что боялись весов, люди еще не понимали методику, что все переходили с тяжелой атлетикой. Даже знаменитый Шейко Борис Иванович, он сам тренер по тяжелой атлетике в Казахстане. А сейчас он воспитал плеяду больших спортсменов высокого класса по пауэрлифтингу. Мы как-то года три назад записывали интервью с Костей Павловым. Он говорил, что в те времена, когда тяжелые атлеты приходили в лифтинг, они очень много тянули, очень много приседали и очень мало жали. И что у них даже какой-то был, типа, проходной вес, который они должны были минимально пожать. Помните такое? Конечно, помню. Да. Ну, Костя сам занимался тяжелой атлетикой. В тяжелой атлетике, как мне сказали, почему он перешел в пауэрлифтинг. Он маленькой весовой категории, а пальцы у него короткие. В тяжелой атлетике динамика идет при выполнении рывка и толчка. И очень сложно удержать. Поэтому вот как раз он и перешел в пауэрлифтинг. Да, действительно, подсобный. Откуда родился-то пауэрлифтинг? Вспомогательные упражнения с тяжелой атлетики. Приседания, тяга. Она везде, если взять, вот, которые выступали штангисты. Вот Четинг Геннадий, он тянулся, вообще тянул очень много. Вот. И другие штангисты. А жим у нас, она, как правило, с тяжелой атлетики жим не выполняли упражнения. Не мешает банки раскачивать. Ну, была такая легенда. На самом деле, мешает он, не мешает. Тяжело сказать. Но сказали, что толчок, он, вот, разумевает, совсем другое. А жим лежа другое. Другая группа мышц работает. Хотя многие подкачивались и выполняли, вот, даже у нас, вот здесь, в городе Ленинграде, так многие выполняли упражнения. Даже вот Сергей Карелин, такой, чемпион СССР. И Валерий Смирнов, я с ним в сборной, он был реконсмен мира. Вот. Он тоже выполнял жим лежа. Ну, в основном, жим лежа выполнялись сидя или стоя. Вот я лежа сжал, лучший результат, лежа сжал 110, а сидя 100. Ничего себе. Да. То есть, другая группа мышц работает. Но это из-за того, что вы очень много толкали, очевидно? Ну, толкал, да, 170 килограмм толкал. И когда я приехал в город Ленинград, уже после перерыва небольшого, в 89-м году, и пауэрлифтинг начал расти, меня уговаривали перейти на пауэрлифтинг. Потому что у меня очень большое было приседание в тяжелой атлетике и тяга. Но, короче, меня не уговорили. Мне он не понравился, я не стал заниматься. Как раз таки, о установлении пауэрлифтинга вы, по сути, застали его. Изначально, если не путает историческая справка, он назывался атлетическая гимнастика. И в качестве там тягу типа убрали, оно якобы было какое-то буржуазное противное упражнение и было позирование. Как-то можете прокомментировать этот момент, помните что-то? Ну, это бодибилдинг, если как говорить. Это было бодибилдинг, а наши противовес сделали атлетическую гимнастику. Ну, насчет атлетической гимнастики можно очень много говорить. Там же раньше, чтобы выступать по атлетической гимнастике, они обязаны были еще проплыть 50 метров. А там потом и водили, да, водили и приседания, и тягу водили. Даже у нас известный сейчас много выступает и пишет Георгий Зобач, который был призером СССР по тяжелой атлетике. Я знаю, он и на ютубе видео выкладывает, у него архивы много. Да, 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 он там где-то нашел и мои фотографии выложил. Но факт, что вот он как раз и выступал, и в тяге выступал, и в приседаниях. Вы президент Федерации Санкт-Петербурга. Расскажите о том, насколько тяжелая эта ноша. При том, что новый уже достаточно много лет. Ну, с президентом Федерации стал случайно, можно сказать, потому что у меня основная работа, это я преподаю на кафедре гимнастики, атлетической подготовки, профессор. У меня основная работа там, вести занятия, лекции, потом после факультативное занятие, тренировки. А президент Федерации получил так, что некому было проводить соревнования, а все соревнования проводились на базе нашего вуза. И пришлось мне подхватить, и так потихоньку-потихоньку получилось, что стал президентом Федерации. Тяжелая работа? Да, тяжелая. Очень много нужно решать вопросов. Это общественная организация, а в общественной организации, как правило, в основном нагрузка ложится на президента и окружающие их, которые создали комитеты. И то не все выполняют свою работу, поэтому в основном ложится на себя. Какая основная работа? Ну, во-первых, нужно найти финансы, как проводить соревнования. Второе, нужно найти место, где проводить. Потом оборудование. Ну и так по мелочи очень много. Потом у каждого свои запросы. Нужно организовать выезды. Уметь тесную связь со споркомитетом, который нужно, и они задачу ставят, выполнять. И диспансером. Ну, много круг обязанностей, но мы потихонечку разгребаем это. Я читал одно из ваших интервью, когда вы принимали федерацию. Она досталась вам, скажем, не без изъянов, это и долги, и непорядок в бумажках. Как долго пришлось настраивать работу по национальной федерации? Ну, эту работу примерно, наверное, года два. Так по памяти уже не помню. Потихоньку нужно было. А то одних людей привлекаешь к работе, они потом уходят. Ну, а на данном этапе Костяк собрался, вот, очень большую помощь оказывает. Ну, круг близких уже стали. Мы вжились, и каждый понимает и выполняет работу, ту, которая необходима. Такие, как Федор Клюкин, очень большую работу выполняет. Юлия Вавилова выполняет работу, очень большую. Наладили они работу большую, как генеральный секретарь. Тренеры выполняют работу, советуемся. Такие, как Костромцов, Гордеев, Симонян, Скорина. То есть у нас налажено. И председателя коллегии судей долго мы искали. То там же нужно жертвовать своим временем. Потому что у каждого своя работа. У нас, в зависимости от других регионов, нету ставок тренеров. Все работают на своем, любимом деле. То есть у вас, как в Иркутской области, невозможно квартиру получить за любовь по рейсингу. Да нет, конечно, нет. У нас, если в других, мы часто задаем вопросы, как так, почему у вас судьи есть, а они выезжают на соревнования, на Россию еще. Да потому что у них основная работа. Кто-то инженер, кто-то управляющий чего-то, кто-то военнослужащий. То есть у них основной работы и чисто тренерской работы у нас нет. То есть все жертвуют чем-то. Кто-то пишет там рапорт на отпуск, за счет своего отпуска ездит на соревнования. Кто-то еще. И вот так вот. А на ставку, вот одну ставку пробили мы в спорткомитете, который у нас оплачивает, ну вот за чемпиона мира. Вот Протченко Людмила, она в спорткативный комитет ее поставил на ставку уже второй год. И она получает там стипендию. Это по сути одна ставка на весь Питер. Да, нет. Но если еще будут чемпионы мира, то можно пробивать еще. У нас, как правило, чемпионов мира-то по пауэрлифтингу не просто стать. Сейчас Сергей Гордеев вернется по ветеранам. Ну, ветераны, да. Ну, если бы у него было в то время амуниция, которая сейчас. Он же и тогда был один из лидеров. Там свои нюансы были, которые даже и опубликовать, и говорить не хочется. Везде свое. На данном этапе, вот летом, пришло с Госдумы в спорткомитет и в прокуратуру Санкт-Петербурга. Ну, я думаю, что и по всем регионам разъяснить. Ну, туда, видно, в Госдуму написали жалобу, на каком основании проводят альтернативные соревнования и присваивают звания. И вот прокуратура задавала меня, вызывала, задавала вопрос. А суть в чем получилось, что военнослужащие, которым по альтернативе некоторые выступают, сдают свои документы, получают деньги за это. А потом разбирается, на каком основании выплатили денежное удовольствие. То есть, получается, незаконно. Это первый вопрос. Второе. Даже у нас в спорткомитете некоторые ветераны им альтернативу присылают звание, типа заслуженный мастер спорта. Он приходит в спорткомитет и просит, чтобы ему оплатили за заслуженного мастера спорта. Потому что заслуженный мастер спорта – это высокое звание, и у нас оплачивают. И вот тоже мне задают вопрос. Говорят, пришел у вас, показывают непонятную корочку и хочет получить денежное удовольствие. Вот с этим разгребают. А основной вопрос, который я говорю, что, предполагаю, что написали родители. А суть в чем, что я нахожусь в приемной комиссии в УЗИ. И вводят молодежь в заблуждение. Они поступают в УЗИ, а им отказывают. Документы по делке государственного образца. В реестре Министерства спорта таких видов спорта нет. Им отказывают поступление. И это вот как раз прокуратура занималась. С чем дело закончилось, я не знаю. Но вот факт, что вместе я сидел и объяснял, и рассказывал. Это таким образом вы с альтернативой, получается, столкнулись? Ну, я не столкнулся с альтернативой. Факт, что запрос пришел с Госдумы. И меня вызывали в Госдуму, чтобы думали, что это у меня такое. Но стали разбираться. И собирали протоколы. Я делал пояснения. И вот как раз этот вопрос, может быть, на данном этапе еще и разбирается. Сравнивают значки, сравнивают удостоверения. Очень много вопросов. И даже мне задали вопрос, говорят, а какой чемпионат мира, если чемпионат мира проводится, допустим, альтернатива, должна быть одна команда от России. А там написано, чемпионат мира написано, Санкт-Петербург, клуб «Арена», клуб «Динамит», ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я говорю, вы сами же ответили на этот вопрос. Проводить-то можно, только заблуждение не надо, никого вводить. То есть у вас какое все же отношение к альтернативе? Скорее, типа, пусть будет нейтральное или все же негативное? Нет, у меня негативного нет, выступает, ну и пусть выступает. Вопрос в том, что нужно объяснять. Ну, вот, даже к нам поступал, сейчас, вот в этом году, документы прислал, строгий подъем на бицепс. Это поступает, чтобы быть специалистом по физической подготовке вооруженных сил. И когда ему отказывают, что нету такого вида спорта, он показывает свои грамоты, мама там показывает. Ну, приходится объяснять. Таких вопросов очень много. И даже я еще хочу немножко прокомментировать в плане того, что у меня очень много выпускников вузов. И мне иногда, которые пишут и говорят, я стал заслуженным мастером спорта. Ну, я выхожу на его и объясняю. Говорю, ты закончил вуз, ты же разбираешься. Ну, почему ты пишешь, что ты заслуженный мастер спорта? Ну, а кто знает? Ну, в общем, у вас так кошки скребут на сердце, когда кто-то себя заслуженным называет. Ну, конечно, скребут. Ну, как, стать заслуженным, это же надо перелопатить многое, выступить где-то. А просто так получать, ну, несерьезно. В последние годы экипировка постепенно, ее популярность снижается, набирает обороты классический пауэрлифтинг. Вы за... по чью сторону баррикад? В плане того, что за экипировку или без... Так точно. Да, ну, если тоже вопрос такой очень интересный. Первые соревнования вообще в России, наверное, начали проводить мы в Санкт-Петербурге. И жим классический, то есть без экипировки, и троеборья классическая мы начали проводить давно. Я, конечно, за троеборья классическая. А суть в чем, что сейчас почему резко упал спрос на выступление в экипировке. Вот мы проводили Белые ночи в Санкт-Петербурге, у нас выступало раньше 400 человек. Но когда появилась альтернатива троеборья классическая, все резко упало. Вот у нас сейчас, вот будет проходить в декабре в экипировке чемпионат города Санкт-Петербурга, заявилось всего 15 человек. В одну группу можно сразу? В одну группу, ну, во-первых, нормативы повысили очень высоко. Во-вторых, экипировка очень стала дорогая. А юноши, которые выступают, у нас резерв-то откуда нужно брать юноши, там, до 18 лет, они растут. Если покупать эту экипировку, через определенное время, через год, через два, нужно новую покупать, потому что она не подходит. Это опять минус 50 тысяч. Да, и поэтому люди уходят там, где проще, где ничего не надо, но нужно тренироваться и выступать. Тем более, экипировку нужно своеобразно готовиться, методика своя. Хотя говорят, что там она защищает от травмы и там то-то, то-то, то-то. Но практика показывает, что там можно получить травму, что здесь получить травму, в это роли не играют. То есть, будущее за классикой. Я думаю, да. Вот мы проводили Кубок Титанов в свое время, 10 лет проводили в экипировке. И последние года, почему мы прекратили, мы посчитали, что он себе уже этот статус, вот этих Кубок Титанов, уже и жил. Что нужно что-то новое придумывать. Может быть, уже стоял вопрос, может быть, водить без экипировки, новую кровь ввести, жил, как говорится, новую найти, новых людей. Ну, вот пока только этот вопрос рассматривается. Как раз-таки вы очень хорошо заговорили о Суперкубке Титанов, в котором вы имели непосредственное отношение с господином Никешином. Вы вообще как-то ностальгируете по этому турниру, который аж 10 лет проводился? Да, это наше детище. Впервые мы его организовывали с энтузиазмом, там выступали сильнейшие, спортсменов вызывали. Ну, время настало то, что у нас стали выступать одни и те же, и многие спортсмены, которые знали, что будет выступать Маланичев, Ерымбаш, которые уже являются победителями, ну и стали отказываться. Потому что знают, что они их не выиграют. Да, спортсмены там Фридун, Маланичев, Ерымбаш. Поэтому сколько раз приглашали Савискоса, он соглашался, что приедет, но он еще выступал в силовом эстриме, поэтому тоже не мог выступить. И в какой момент Суперкубок Титанов стал неугоден IPF, FPR? Можно сказать, что с самого начала, то есть Федерация России первые два года относилась сникодительно, потому что прозвучали мы, показали, что это сильнейший турнир во всем мире, стали на него обращать внимание. Затем Международная Федерация хотела этот кубок взять под себя и диктовать свои условия, как проводить, кого приглашать, ну и так далее, так далее. Но даже мы с президентом Международной Федерации, здесь он был на конференции, сидели и разговаривали на эту тему, и он говорил, давайте под эгидой возьмем IPF, я вам буду людей назначать. Но мы говорим, мы независимы, наш турнир. Мы его посвятили по дню города Санкт-Петербурга и хотим приглашать тех, кого мы считаем нужным. Ну, тут началась небольшая борьба, но мы стояли на своем. Вы тренер, у которого достаточно много именитых спортсменов, кто приходит в первую очередь, когда вы вспоминаете своих учеников в пауэрлифтинге, кроме Сергея Гордеева, который рядышком тут сидит? Ну, первые, они и есть первые. Первый мастер спорта стал Шапошников Александр. Который я занимался с ним, выступал, но он просто мастер спорта. Ну, а первая наша звезда, это, естественно, Сергей Гордеев, который состав сборной России выступал. Он защищал и честь Ленинграда, и Россию. Ну, а вместе с ним у нас как раз создалась команда, был Александр Мариновк, тоже входил в сборную России, мастер спорта международного класса. Затем пошли такие, как Ворожейкин Олег, тоже мастер спорта международного класса, Ермилов Алексей, Черноморец Максим. То есть у нас команда была очень сильная, которые вот запомнились. В последствии, которые мы уже занимались, появилась у меня спортсменка, мастер спорта международного класса Проченко Людмила. Которая уже неоднократно чемпионка мира. Которая совсем недавно выиграла опять мир. Да, в Литве установила рекорд свой. До этого она выступала Троеборев, была двукратная чемпионка мира. Ну, и вообще по пауэрлифтингу у нас где-то 10 спортсменов, мастеров спорта международного класса. То есть у меня подготовлено. Пауэрлифтинг со стороны зрителя достаточно скучный вид спорта. Если ты как бы не разбираешься в этом, как вы считаете, что бы могло сделать наш вид спорта более популярным среди широких масс населения? Ну, я поездил на чемпионатах мира Европы и взял себе на такое, на вооружение. Там ведущий, который ведет не только секретарь. Волосатый такой? Ну, там он в кепочке такой бывает, выступает типа тибетейки, немец. И он заводит публику. Я думаю, что это вот как раз одно, которое уже можно взять на вооружение, будет более-менее интереснее проводить. А так, да, действительно, что монотонность вот этого соревнования, старт, жим, лежа там и так далее, так далее, так далее. Команды, они не привлекательные. А вот когда заводят, да, уже какой-то резон есть. Ну, вот даже взять не только пауэрлистин, а взять тяжелую атлетику. Она же тоже угасала, угасает. И уже конгресс был в Ташкенте, которые рассматривали вопрос о привлечении зрителей снова в тяжелую атлетику. Они много там, что пытаются сделать, вплоть до того, что разрешают выступать уже полностью костюм, который закрывает локтевой и коленный сустав. А для чего? Женщин привлечь. А, вы видите ли из мусульманских стран? Да, и сейчас они уже выступают, и мужчины тоже выступают. Сменили весовые категории, разрешается, есть ослабление выступления в технике, пытается, но пока безрезультатно. На ваш экспертный взгляд сейчас пауэрлифтинг стал более массовым, чем тяжелая атлетика? Конечно. Так вот, пауэрлифтинг более проще выполнять, тренироваться и выполнять. Тяжелая атлетика, она здесь своеобразная, здесь и технику нужна, и скорость, и гибкость много. Каких-то таких нюансов, которые пойдут в тяжелую атлетику. Часто в интернетах спорят о том, со скольки лет можно отдать ребенка в тяжелую атлетику, либо в пауэрлифтинг. Ваш экспертный взгляд на этот вопрос? Ну, я застал тогда, когда в Советском Союзе рекомендовали заниматься с 14 лет. И я почему-то придерживаюсь этой как раз вот теории, она же не просто так была взята, а то, что дети растут, начинают формироваться. Можно ставить им технику-то и раньше там на гибкость, на скорость, то есть базу готовить, а уже конкретно давать нагрузку надо как раз вот 14-16 лет. Потому что, как правило, дети растут, и рост опережает вес. Поэтому очень сложно заниматься. Болгары занимались, в 15 лет стал олимпийским чемпионом Сулейманов, по-моему. А у нас как раз придерживались, и они были долгожители в видах спорта. Если раньше начинают заниматься, он уже потом быстро сходит и не тренируется. Поэтому я за то, что дети... Попридержать. Попридержать. Также вот как сейчас у нас проводят соревнования по рукопашному бою, дети проводят контакты. В контакте участвуют, бьют друг друга. Там 14 лет, 12 лет, тоже считают, что это неприемлемо. С какой-то этической точки зрения или боитесь за увечья? Нет, с этической точки зрения. Увечья, это понятно, что они получают. Я присутствовал, мы проводили соревнования по пауэрлифтингу, параллельно проводили рукопашный бой. И в момент броска сломали шейные позвонки ребенку. Потому что еще нельзя же кувырки делать или еще что-то. Ну и проводили это. Сейчас при получении травмы сразу же докладывает врач, дает данные и докладывает, чтобы провести расследование. А раньше этого не было. А что в итоге с ребенком? Ну, с ребенка вывезли его. Ну, выжил? Да, выжил. Выжил, да. Поэтому тут очень серьезно. Вы несколько раз сказали про болгар. Нельзя не вспомнить их знаменитую болгарскую систему. И вообще в целом, насколько тяжелоатлетические схемы были переносимы на несколько другой вид спорта по пауэрлифтингу. Болгарская система, да. Абаджиев, Иван Абаджиев занимался вопросом. У него методика была, ну я ее анализировал, что было доказано, что прирост результатов идет при нагрузке, когда частота сердечного сосудистого, ну и сердца достигает 180 ударов в минуту. Это получается, что нужно оттренироваться 3-4 часа, а потом выполнять классические на максимуме упражнения. Вот они так и тренировались. Советская система в тяжелой атлетике, она отличалась от болгарской системы. У нас было, тренировки проводили до 80% в подготовительный период, в соревновательный период 80-90%. И в свое время даже американцы в 90-х годах написали, что лучшая методика для тренировок пауэрлифтеров подходит советская методика штангистов. Ну это периодизация, циклирование. Да, 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 планирование. И я хочу сказать, что за основу своих тренировок взял, видите, Шийко Борис Иванович. Он как раз взял у нас, Аркадий Воробьев готовил учебник для вузов-студентов, где он расписывал всю периодизацию, то-то, то-то. Он ее взял за основу. Вот. Ну и она себя оправдывает. Я тоже взял, перелопатил это и тоже беру методику за основу, методику советских штангистов. Естественно, корректировки проводим. Там единственное, что можно жимом лежа, уже совсем другое, я уже не было. Вот так все, она идет. Вот, в частности, Сергей тренировался, он сколько-то, две недели раз делал тягу, да, сначала. Ну, раньше мы... Как это было? Да. Шесть тренировок в неделю, три приседания в неделю, три. Ну. Две тяги в неделю и две тяги в одну тренировку. Ну, да, когда я методику стал писать, он говорит, как это так вот так вот так вот. Сергей взвыл? Ну, она тяжело. Я тащил, в принципе, объем нормально. Ну, не, выдерживал, да, но он и тянул. Вот без экипировки, которая была экипировка, он тянул 330 килограмм. С высовой категорией 82,5. Сейчас... Это по сегодняшним временам, ого-го, вот буквально вчера был экипировочный чемпионат мира, и лучший результат, пути на Ужене Васьков, всего лишь 300 килограмм. Да? Да. Сколько тяги? Ну, да. Ну, да. Он, это считать, какой год там был, 2000, 99-й год, там, 98-й год. Это сейчас вот это такая Титан там экипировка, еще что-то. А вон-то так, материя-то простая быкна. Они же рвались еще, экипировка там. Совсем недавно прогремел, так как скандал, не скандал, USPL исключили из списка IPF. Вы как-то вообще погружены во всю эту историю? Что скажете ваше мнение со стороны? Ну, мы часто общались и были на чемпионатах мира, Европы, и возникал вопрос, как американцы выступают и поднимают такие результаты. Ну, когда стали потихонечку разбираться, выясняется, что доп. контроля не сдают. Или сдают своей только допинговой компанией. Ну, хорошо, что сейчас этим вопросом занялись. И все станет на свое. Потому что два года назад делали анализ, брать пробы на допинг-контроль сборных команд. Больше всего давала команда России и Украины. Ну, с них больше спроса, как правило? Нет, потому что целенаправленно. То есть вы политический момент? Политический момент, да. Даже дисквалифицировали на 10 лет Ивана Фрейдуна, шестикратного чемпиона мира. Почему? Потому что он создавал конкуренту там. Если я не ошибаюсь, у Фрейдуна официально было, я уже забыл, как это называется, назвали это пунктом Эда Коэна, типа он где-то в альтернативе выступил. Насколько помню официально, такая у него причина. Фрейдуна? Да. Да нет, его до этого прессанули свои. Он, Иван Фрейдун, безобидный, хороший спортсмен, великий спортсмен. И он, когда приезжал сюда на Кубок Титанов, он и рассказывал эту всю историю. Там швед, по-моему, сильный был. Или бельгиец, не помню, в его весовой категории. И нужно было его убрать. И вот потихонечку так. А был тяж, который вообще ни разу не сдавал. Вы про Рэй Вильямса? Нет, это наш шведский, по-моему, или бельгийский был. Он резко потом ушел. С Коновалова он где-нибудь. Нарвеж? Карл Кристос? Да. Он 490, как Пушинку вставал. Еще когда? Да. Ну, то есть, как бы нотка недоверия. Да, конечно. Это мы же все видим, когда едем на соревнования. Здесь есть свои нюансы И если нашим, допустим, дисквалификацию дают 4 года или еще сколько-то А у них через определенное время, год-два уже выступает У них терапевтические исключения всякие Ну да, этого не исключено Конечно, о чем разговор Заканчивая наше интервью, какие бы мы могли дать советы начинающим И не только начинающим полуэвлифтерам, чтобы добиться успеха в нашем виде спорта Ну, первое, надо не спешить достичь каких-то результатов Целенаправленно и умно, и грамотно тренироваться под руководством тренера Все придет потихонечку, без травм И выполнять много вспомогательных упражнений на первом этапе А остальное все потихоньку-потихоньку придет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok